Какие глупости, Чечня никогда не будет независимой, да ей это и не нужно. Засут бюджет РФ и все окей, но нам не нужен этот бюджет РФ бора-бора. Мы не хотим, мы хотим сами получать доход со своей нефти, а не чтобы Роснефть, там, российская казна и, как этот, дружина. Как это называлось? Кооператив Озеро. Чтобы не Кооператив Озеро с этого получал доход. Почему в Чеченской нефти доход получает Кооператив Озеро? Почему должен Сечин, Путин и другие получать с этого доход? Они чеченский народ. Мы хотим, чтобы чеченский народ получал доход. Мы хотим сами у себя реализовывать какие-то программы экономические для того, чтобы к нам потянулся иностранный бизнес, иностранный инвестиций. Мы хотим делать для своего народа, для своей республики что-то хорошее за свой же счет. Не просить у России денег под какие-то программы для реализации каких-то программ республики. Так сегодня делает Кадыров. Сегодня, допустим, Кадыров захотел построить дорогу на Казиной А, например. Что он должен сделать? Министерство автомобильных дорог должны под эту программу, под это строительство попросить деньги у Министерства автомобильных дорог России. Те должны это все одобрить через миллион инстанций. Это все должно пройти, они должны выйти на это средства и после этого у нас построить деньги. Почему? Зачем нам вот эта цепочка? Мы не хотим. Мы хотим у себя в республике решать. Хотим мы дорогу на Грузию, допустим. Все. Мы взяли и сами же у себя нашли на это средства, выделили, построили дорогу, договорились с грузинами. Они со своей стороны построили. Все. Вуаля. У нас есть дорожное сообщение. Взяли и захотели мы соединить населенные пункты своей республики с скоростным железнодорожным сообщением. Взяли и построили железную дорогу. Почему? Почему мы этого не можем сделать? Почему Швеция, Австрия, Германия, Франция? Они это могут, они это делают. У них все их города, населенные пункты все соединены друг с другом с железнодорожным сообщением. Очень хорошие, качественные поезда. Все есть. Почему мы не можем этого сделать? Почему из Грозного в Урус-Мартан у нас нет поезда? Почему в Урус-Мартан? Почему нельзя добраться на поезде? Почему нельзя поехать в Знаменское на поезде в Наур? Вот какие должны быть цели у нас. Мы должны стремиться к тому, чтобы мы сами зарабатывали деньги, чтобы наша экономика была самодостаточной, она существовала сама по себе, а не зависела от вливаний России, кого бы это ни было. И чтобы эти деньги, мы их полностью тратили на свои нужды, а не так, чтобы эти деньги оседали в карманах Кадырова, Медведева, Путина, Сечина. Нет. А вот полностью налоги собраны с народа. Вот она, казна. Столько-то миллиардов. И все эти миллиарды потрачены на нужды этого населения. Чтобы у жителей Асиновска были пастбища. Хотят они пасти коров, но не просят денег люди, хотят просто сами себя обеспечивать. Просто создай им условия, дай им пастбища. Отдали пастбища. Хотят они в горы Чечни поехать и там пасти. Дали им эту возможность. Хотят люди иметь скоростной транспорт. Дали им эту возможность. Хотят авиасообщение иметь, чтобы из Гудернеса самолетом прилетать в Грозный. Да никаких проблем. То, что хочет народ, то и надо ему давать. И деньги на это нужно получать. Вот и все. Вы за Россию или против России? Ведь, как я понимаю, только и Россия дает деньги. Ну, видите, опять у вас понимание абсолютно основано на вот этой пропаганде, которую вы смотрите. Ну, как может Россия давать деньги, если нефть, которая качается в Чечне, она уходит в Россию. И ее продает Россия. Ее продает Сечин, Роснефть. Качает Роснефть и продает Роснефть. А потом с этих денег нам, ну не нам, а Кадырову присылают какие-то средства. Это называется дотациями. Но это не так, что в Магадане, допустим, золото вырыли, ну добыли где-нибудь в Тюмени, значит, газ с нефтью добыли, а потом из этого нам прислали дотации, а в Чечне ничего не добыли. Не так это. Это в Чечне добыли, как и в Тюмени, как и в других местах добывается. Это также в Чечне добывается, все уходит туда, потом оттуда нам что-то возвращается. Вот как это работает. Поэтому это мы даем дотации России, а не Россия нам дает дотации. А что касается за я Россию или против, я против России. Пока она является оккупантом на наших землях, пока она не отпускает нас, держит нас, я отношусь к ней враждебно. У государства должны быть люди, которые собирают закат и раздают бедным, если шариат действует. Ты утверждаешь, что Ичкерия была шариатской, но там этим не занимались, а строили себе дворцы. Ну, во-первых, это не условие, что должны быть такие люди, это не условие. Условием является, что закат должен выплачиваться. А вот уже там будут люди, которые будут это собирать, будет государственный орган этим заниматься или не будет, это не является условием. Такого нет. Столбом в исламе является выплата, а не взимание. Понимаешь, это разные вещи. Поэтому я с тобой, конечно, согласен, что вообще правильно, это когда налоговая служба, орган, или назови его органом по закату, как хочешь. Когда есть такой орган, и когда людям есть, и не нужно задумываться, кому заплатить, а они просто туда заплатили, и они абсолютно доверяют ему, и он уже распределяет этот орган, распределяет кому надо. Это грамотно выстроенная система, и здесь с тобой спорить не буду. Но говорить, что это условие, это неправильно. А что касается Вичкерии, был ли такой орган? Вичкерии много чего не успели сделать, но я тебя уверяю, он бы там был, если бы нам дали бы такую возможность, то он бы там был. Но акцентировать внимание на дворцах неправильно. При вот такой вот системе, где есть орган, где абсолютно как бы максимально такая исламская страна, скажем, она абсолютно шариатская, вот просто комар носа не поточит, бывает такая вот идеальная страна. В этой стране будут дворцы, потому что в этой стране будут богатые люди, и они имеют право на свое богатство, они имеют право это свое богатство тратить, куда они захотят, построить себе дворец, если он им нравится. Это не является чем-то плохим, оставьте богатых людей. Они же могут заплатить этот закат со своего богатства, и построить себе дворец, купить себе дорогую машину, купить себе частный самолет, яхту, гонять ее по Сонжи. Но могут люди, если у них есть деньги. В чем проблема? Если они заплатили этот налог со своих денег, то их бюджет чист, он абсолютно халяльный. Пусть они не тратят его куда хотят. Ну, помимо запретного, я имею ввиду, на все то, что дозволено, они могут его тратить. Так что если люди у нас строили себе дворцы, как ты говоришь, ну, может они заплатили из этого заката и построили себе дворец. В чем проблема? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok